Другие мои, дорогие ютуберы, вы, наверное, уже устали от дядюшки Джо. Я вас мучаю полтора месяца. Но потерпите еще немножечко. Сегодня последняя лекция нашего цикла. И мы отдадим кафедру другим членам нашего ютуб-канала. Но сегодня, тем не менее, будет важная очередная лекция. И частично такая завершающая. Завершающая. Поэтому не грех выпить. Не грех выпить. Вот так хорошо. Хорошо. Ну и закусочку, закусочку. Прошлый раз мы экспериментировали с нашей тарелочкой. Но сегодня надо завершить все эти эксперименты. Помните, в прошлый раз мы говорили, что Черномырдин советовал два яйца не держать в одной корзине. Вот что мы и делаем. Давайте посмотрим, как на яйца Черномырдина прореагирует наша тарелочка. Немножко волнуюсь. Ну, то же самое яйцо, только побольше и какое-то разноцветное. А яйцо-то каменное. Да, это уже не Черномырдин. Не Черномырдин. Ну, у нас два яйца. Давайте посмотрим, что будет со вторым. Еще одно. Тоже каменное. Ну, это, знаете, на закуску уже не нам. Вот, мы передадим эти яйца, каменные яйца, другого тяга. Знаете, когда были заседания Временного правительства в феврале 1917 года, ну, после февраля, там, немножко попозже, но Ленин еще не приехал. Из Швейцарии. Вот, другого тяга для ритуалов передадим. Керенский бегал там, хихикал, потирал руки и говорил, вот, погодите, приедет Ленин, он вам покажет. И вот Ленин показал. Вот почему так говорил Керенский, и что он имел в виду, ну, очень понятно. Этот факт сообщил нам отец Владимира Набокова. И сразу после этого его убили. Ваше здоровье. Вот, когда появится друг УЦАТ, он научит нас вести Ютуб-канал. Это практика. Я тоже, но бывший, я уже старенький, на пенсии. Полевые работы не для меня. А вдруг у ТЯТ посильнее бонифация будет? Ну, хорошо, перейдем к теме нашей лекции. Второй съезд собрался в середине 1903 года. От социал-демократов ожидалось, что они создадут крепкую социал-демократическую партию. Дисциплинированную, а социал-демократы в Европе славились своей дисциплинированностью. Эта партия должна будет перехватить у правительства контроль над рабочими профсоюзами. А затем превратить эти профсоюзы в орудие саботажа и вредительства. Чтобы расшатать государство и ослабить позиции России на международной арене. От социал-демократов ожидалось многое и в преддверии русско-японской войны. К этому времени война уже была запланирована. И началась через полгода. А что получилось в реальности? Во-первых, искровцы оттолкнули от себя значительную часть соратников. Собственно, все дееспособные социал-демократы, у которых хоть что-то было за душой, образование, связи, научные интересы, капиталы, все они остались за бортом. И были вынуждены перейти в другие партии. Например, в партию кадетов. Или стали существовать в виде нефракционных социалистов, не входящих в состав партийных организаций. Изгнание социал-демократов из российской социал-демократии проходило в грубой форме. Мало того, что большинство из них не пригласили на съезд, но теми, кто все-таки на съезд пришел, а не искровцев, там было примерно одна четверть делегатов. Этих людей подвергли травле и оскорблением, как будто это были какие-то враги. А потом со съезда выгнали. И в довершении всего три основных лидера русских социал-демократов, Ленин, Плеханов и Мартов перессорились друг с другом и развалили партийную работу до основания. Ситуация после съезда оказалась даже хуже, чем перед съездом. Тогда были мечты и надежды. А теперь не было ничего. Кроме всего прочего, на съезде придумали сложную и заведомо неработоспособную схему руководящих органов. Это был плод мыслей провинциальных Ляпкиных-Тяпкиных. У новоявленной партии не было ни председателя, ни генерального секретаря. Наверху находился совет из пяти человек. Одновременно избирались два ниже стоящих органа. Центральный комитет и редакция центрального органа. Каждый в составе трех человек. Центрального комитета до этого не было. Но в известной степени его функции выполнял организационный комитет, состоящий примерно из десяти членов. Избрание ЦК из трех членов отсекало большинство от руководства и порождало недовольство. Редакция центрального органа, то есть газета «Искра», состояла ранее из шести человек. Таким образом, половина той же отсекалась от руководства, что тоже оставшихся за бортом не радовало. Все это противопоставляло выборные органы верхнему слою партийцев. У них не было опоры, и они повисли в воздухе. Почему-то в Совет партии должны были выбираться не три, а два человека от центрального органа и два человека от Центрального комитета. Соответственно, третий человек в Центральном органе и третий человек в Центральном комитете тоже оставались обиженными. Правда, в случае Центрального органа избирались все трое, потому что третьим был Плеханов, которого избрали на съезде. Я вам объясняю схему руководства на пальцах и в щадящем режиме. Но уверен, что многие из вас уже запутались. Понятно, что вся эта схема, зародившаяся в голове Ляпкина-Тяпкина и продавленная им на съезде с рвением провинциального адвоката, измученного Нарзаном, не могла просуществовать и одного дня. Перед съездом реальным главой партии был Ленин. Через Крупскую он контролировал коммуникации зарубежного центра с Россией и подбирал людей, а через охранку убирал неугодных конкурентов. Поэтому ЦК был избран полностью по ленинскому списку. Но Ленин на съезде довел оппонентов до такого состояния, что они отказались участвовать в голосовании, что сделало избрание не вполне легитимным. В довершении всего состав Ленинского ЦК был, мягко говоря, странным. Из трех его членов, два, Крышежановский и Ленгник, не были представлены на съезде. Они на нем отсутствовали. А третий делегат Носков имел только совещательный голос. И в дальнейшем эти люди не играли сколько-нибудь серьезной роли в партии. По расчетам Ленина, редакция центрального органа должна была состоять из НИУ Плеханова, с которым он заключил союз, и из Мартова, которого он на съезде предал. Таким образом, у Ленина было три голоса в Совете. Плюс голос союзного ему Плеханова. На что рассчитывал туповатый Плеханов при таком раскладе? Вероятно, на то, что излишне прямолинейный дубоватый Робеспьер Ленин будет у него на посылках. И, опираясь на своих членов ЦК в Совете, будет обслуживать диктаторские замашки обертатарина. У Ленина были другие планы, на что Плеханову Мартов раскрыл глаза на первом же крупном заседании после второго съезда. Это был съезд Лиги заграничных социал-демократов. И эта организация должна была по плану Плеханова сама себя упразднить. Об этом мы говорили на одной из предыдущих лекций. Чтобы Лига самоупразднилась, надо было довести Мартова и его соратников до истерики. А взамен расныкавшихся и убежавших Раскисляев кооптировать состав Лиги ленинских дуболобов, которые проголосуют о самоликвидации. До истерики, однако, довел Ленина сам Мартов, заявивший, что в приватных разговорах Владимир Ильич третировал Плеханова. Ленин мог бы вывернуться, но он был не способен на сложные маневры при личном общении. И начал визжать, как недорезанный поросенок. И вот тут Плеханов понял, что дело не только в двулище Ленина. Это он как-то предполагал, хотя и не в такой степени. А еще и в том, что Ленин вовсе не гений-организатор, а малоопытный сопляк, которого легко довести до невменяемого состояния. Сам Плеханов всю эту сцену выдержал с ледяным спокойствием. Думаю, тут дело не столько в темпераменте, сколько в возрасте и в сытости. Потому что Плеханов был уже упакован, и ему, собственно, отсосал демократия. Ничего особо не надо было. В результате на съезде было избрано только четыре члена Советов. Пятый член Мартов туда не вошел. А сразу после съезда из редакции центрального органа вышибли Ленина и ввели туда обратно исключенных ранее Патресова, Засулич и Акселерода. Поскольку Ленин контролировал ЦК, он перелагинился и зашел в Совет как представитель ЦК, заменив на себе одного из его представителей. Теперь в Совет входили члены ЦК Ленин и Ленгник, члены редакции центрального органа Мартов и Аксель Рот и пятым был Плеханов. Но таким образом у Ленина было в Совете не три голоса против двух, а с Плехановым даже четыре голоса против одного, а два против трех. Более того, власть в российском ЦК была во многом виртуальной, потому что это был ЦК несуществующей партии. Так гордо себя называли несколько разрозненных подпольных крючков. А вот власть в редакции центрального органа имела решающее значение, потому что искра была, как ни крути, настоящей газетой. И она тут же начала, полив Ленина. Так возник интересный парадокс, тщательно замалчивающийся партийными историками. Большинство статей, печатающихся в главном органе социал-демократической партии, были антиленинскими. И кроме всего прочего, редакция центрального органа имела доминирующее значение в виде представительства на Западе, потому что состояла из эмигрантов. Редакция центрального органа замкнула на себя денежные потоки, а центральный комитет, руководимый Лениным, не получил ничего. У Ленина не оказалось ни денег, ни реального контроля над партийной идеологией. Это Мавроди после краха МММ. И Ленин решил создать союз обманутых вкладчиков и с его помощью снова забраться на партийную пирамиду. К чему это привело? С одной стороны, сделавшие на него ставку и им подобранные люди, а это несколько десятков человек с семьями, были недовольны, что их кинули. Причем кинули резко. Сначала они думали, что съезд будет триумфом Ленина, и всех российских социал-демократов. И они получат партийные чины, деньги и, может быть, даже тепленькие местечки в эмиграции. Потом съезд оказался свалкой и скандалом. К этому они были не готовы. И еще долго после съезда в России думали, что речь идет о каком-то недоразумении. Там преувеличивают раскол эмигранта. Ничего этого нет. Ну, хорошо. Скандал скандалом, но вроде бы они победили. И вдруг после победы Ленина вышибают из всех центральных структур и начинают поливать грязью в искре. Ругая чуть ли не по матери. Какая-то часть, связанная с Лениным прочными связями, его поддержала и вписалась в драку. Но большинство стало постепенно разбредаться. После второго съезда все партийное руководство осело в Женеве. Там возникла социал-демократическая деревня Воронья-Слободка. Можно сделать хороший фильм об этом периоде. Это просто борьба жителей советской коммуналки один к одному. с битвой за примус, с тушильки светово-уборной, с образцово-показательной поркой на кухне Васисуаля-Лоханкина и так далее. И, конечно, с вовлечением в борьбу новых квартирантов. А в Женеву периодически приезжали новенькие, и первые недели шла их обработка. Кому они пристанут? К ленинцам или к мартовцам? Вот это вот откуда есть пошел коммунизм. Первая ячейка коммунистического общества была создана в Женеве в 1903 году после второго съезда РСДРП. Надо сказать, что Ленин был технически больше подготовлен к этой борьбе. По двум причинам. Во-первых, он не был русским, то есть татарско-еврейским интеллигентом. У него был ордунг. Он понимал, что людям нужно. Людям нужно пожрать, потом, извините, посрать. А интеллигенты этого не понимали. Они жрали разную дрянь. Иногда то, что на улице нашли. Огрызок яблока или использованную жвачку. А клали прямо под себя. Вот таким бил Мартов. Он мог в карман положить недоеденный бутерброд, потом про него забыть. И он на следующий день начинал вонять. Ленин сделал очень хороший ход. Прежде всего, он открыл в Женеве социал-демократическую харчевню. Кормили там без разносолов, блюд было немного, но порции были большие, хлеба вдоль, да, контингент в разносолах и не разбирался. На ура шли большие сочные котлеты с луком, борщичок с чесночком, уминали по три порции, ложки только стучали. Какой там контингент был? Митрофанушки и лоботрясы. Они получали небольшой срок за участие в подпольных кружках, а потом эмигрировали на запад. Среди них было много маминкиных сынков, генеральских деток, но именно поэтому они были совсем не приспособлены к реальной жизни. Это были люди совсем никчемные и сами заработать себе на хлеб они не могли. Ну вот они приезжали, им часто даже жрать было нечего. А Ленин давал талоны на усиленное питание в столовой. Конечно, большинство из вновь прибывших записывалось в большевики. Вообще, для тайной полиции очень выгодно иметь информаторов, содержащих подпольные библиотеки и студенческие столовые. Процент агентов на таких должностях зачкаливает. Это золотое дно. Виден весь контингент, кто чем интересуется, кто с кем спит, все ссоры, скандалы, сплетни, все как на ладони. А контингент, конечно, был беспокойный. Значительную часть подполья составляют сумасшедшие, а если это еще подполье фиктивное, то там все с приветом. Что социал-демократам было надо, они сами толком не знали. Объяснить никак не могли. Это вербальные наркоманы. Ну, какая-то фантасмагория, сами посудите, там, что вот говорят, что будут океаны из лимонада, за это надо людей убивать, люди работают неправильно, надо их ссорить друг с другом, ломать фабрики, ну, какой-то бред. Причем у анархистов еще более-менее складно, потому что лозунг анархиста это все люди сволочи и я вам сделаю. Ну, такой вот горбун на детской площадке. Ну, вроде он там нахер сжег фабрику, ну, и ладно, да, дело сделано. А сосал-демократы при этом говорили, что вот они людей любят, у них какая-то позитивная программа, а какая позитивная программа, они только мне могли объяснить, там, про фаланстеры что-то говорили, про кооперативы, что вот у хозяина работают рабочие, он их мучает, а в кооперативе будет хорошо, замечательно. А почему будет хорошо, замечательно? В кооперативе все воры, сволочи, и собрание в кооперативе, это, знаете, ужас. Хозяин он сам воровать не будет, и другим не даст. А в кооперативе все воруют, это проходимцы. Ну вот, однажды в социал-демократическую харчевню в Женеве пришел некий Петр Красиков, ну, больной человек, вот его фото, это классический эпилептоидный психопат, вот прямо фото учебник по психиатрии помести. Он в столовую пришел, умял там борщ, котлеты, а потом подозвал хозяйку заведения и говорит, а я тебе, сука, блядь, сейчас пенснера сшибу. Устроилась тваринда, блядь, кровь из трудящихся пьет, ну, давай лавочку закрывай, сука, буржуйка недорезанная. Ну, такой, значит, человек. Слово за слово дошли до партийного судочести. Ну, Ленин услал смутьяна в командировку в Париж, а хозяйке сказала, чтобы не кипятилась. Товарищ, по сути, прав. Ему же нельзя объяснить, что она выполняет важное задание, маскируясь под буржуйку. Ну, дело замяли, а, конечно, мартовцы бы там поломились вдоволь. Этот Красиков, кстати, в советское время сделал хорошую карьеру. Он стал заместителем председателя Верховного Суда СССР. Тот же был человек в образе. Внук видного православного иерарха, хорошо играл на скрипке, учился в университете. В анал и вошла его записка о положении политических заключенных на Соловках. Он там писал, что контраке ничего не делают, жрут булки белые с маслом, им присылают посылки, там шоколад пудами. И уголовники очень обижаются, как советская власть потакает тунеядцем, фактически жирующим на морском курорте. Однако мы отвлеклись. Я уже сказал ранее, что вторым золотым местом для наблюдения над политическим подпольем являются библиотеки. При Харчевне находилась библиотека ее содержал Бонч Бруевич, кадровый сотрудник Интеллиженс Сервис и специалист по ритуальным убийствам. А кто держал саму Харчевню? Некий Пантелеймон Николаевич Лепещинский. Но на самом деле непосредственно делами столовой заведовала его жена Ольга Борисовна в девичестве Протопопова. И он был у нее на побегучках. Поэтому у него был псевдоним Олин в честь Ольги Борисовны. Ну Ленин Олин Ленин же не Надин был, а вот этот Олин. Вот эта Ольга Борисовна Лепещинская стала в советское время академиком медицинских наук и лауреатом Сталинской премии. Она разработала теорию самопроизвольного зарождения жизни, ссылаясь на гениальные труды Энгельса. Для подтверждения этой теории она выращивала микроорганизмы из грязи, которые выковыривала у себя из-под ногтей. И еще у нее была теория, что в Советском Союзе трудящиеся должны жить 150 лет. Для этого надо принимать горячие ванны с раствором соды. Сама она прожила 92 года и умерла в 1963 году. В отличие от Лысенко, ее никогда публично не разоблачали. вот так она сама по себе сошла. Она нет после смерти Сталина. Лепещинскую принято изображать какой-то темной бабой, кончившей фельдшерские курсы. Это неверно. Она была из семьи пермских миллионеров, связанных с золотодобычей. и кончила гимназию. Ранний период ее жизни нуждается в изучении. Это среда, которую надо смотреть очень тщательно. Теория самопроизвольного зарождения русских золотопромышленников не выдерживает критики. О некоторых фактах нам здесь поведал Дим 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 в связи с биографией горя историка и горя политика Милюкова. Я тоже кое-что сказал о сибиряковах. Мы уже обращали внимание на большую концентрацию странных людей среди русских социал-демократов. Мы также выяснили, что никаких рабочих в этой партии отродясь не было. Так из кого же состояла эта партия? Из мидель класса, из интеллектуалов? Не похоже. Клетчатый в своей лекции на Патреоне посвященных современной египтологии сказал об интересной аберрации, которая встречается при исследовании деятельности масонов. Говорится, что масоны делятся на два толка на левый и на правый или на государственный и антигосударственный. Почему-то считается, левый толк это масонские рационалисты. Там ритуалы якобы носят условный характер. А вот правые консервативные масоны всерьез заморочены кибертроникой и экстрасенсорикой. Они регулярно читают на ночь Среденбурга, Парацельса, пособия по гаданию на кофейной гуще, а также сказки про белоснежку и красную шапочку. Но на самом деле государственное масонство это просто чиновники. Всерьез им пудрить мозги ни к чему. Одеть колпак, фартук, заставить выучить градусник и уперет кутузов в ложу Министерства пути сообщения зеленый семафор. А вот в антигосударственных ложах мозги надо пудрить по-зрослому, чтобы ум за разум заходил. И там уже, знаете, чтобы это вот стох-тебедох, чур-меня, вот на таком уровне. Во-первых, чтобы заморочить голову до такого состояния, чтобы отца родного убил. А во-вторых, чтобы была возможность канать под психического в случае посадки. Однако, вернемся к Ленину. Мы сказали, что у него в борьбе с мартовцами было два бонуса. Второй бонус – это опыт судебного стряпчего. Что стал делать Ленин, находясь в меньшинстве в Совете? Он стал ходить на его заседание как подорванный. А над ним там просто издевались. Практически по всем вопросам он оставался в меньшинстве. Даже если с ним были согласны, все равно из принципа голосовали против, потому что это предложил Ленин. Они ему устроили обструкцию и просто выживали из последнего органа, где он еще был представлен. Чтобы понять суть происходящего, давайте вернемся ко второму съезду. спор между большевиками и меньшевиками начался по формальному поводу, но быстро привел к расколу. По сути, прав в этом споре был Ленин. Ребята делали организацию подлецов. Ленин был подлецом с большим отрывом, поэтому избрать руководителем партии должны были Ленина. Старшим в сицилийской мафии должен стать глава клана, прославившегося своими зверскими убийствами и наглыми среди бела дня ограблениями. Все правильно. Но Ленину стали говорить, что он невнимателен к товарищам, ведет себя грубо, тянет на себя одеяло и тому подобную чушь. Тогда как вся вина Ленина на этом этапе состояла в том, что у него не было под рукой пары ребят, которые положили бы под трамвай жеманного идиота Мартова и которые бы избили до потери сознания наглого татарина Плеханова. При конфликте между Ленином и Мартовым многие делегаты на съезде поддержали Мартова и при голосовании Ленин начал проигрывать. Но Мартов был совсем дурачок. Основную часть его поддерживающих составляли люди, обиженные искровцами. Но Мартов вместо того, чтобы сманеврировать, продолжал их долбить, обвиняя в оппортунизме. И в результате они покинули съезд. Как только это произошло, Мартов оказался в меньшинстве. То есть он буквально подрубил сук, на котором сидел. Ленин это просек с самого начала и вел две линии. С одной стороны линию конфликта с Мартовым, а вторую стратегическую выдавливание неискровцев со съезда. Дурачок Мартов с ним в первой линии ожесточенно спорил, а во второй помогал на свою голову. Ленин единственный на съезде был профессиональный адвокат с небольшим, но реальным опытом судоговорения. Он стал рассматривать съезд как судебное заседание и обрел твердую почву под ногами. Он знал, чего хотел и этого добивался. Точно так же вел себя Ленин в Совете Партии. Зачем он туда аккуратно ходил и каждый раз аккуратно получал плевки в рожь? Он собирал материал для обнародования, чтобы пришить своим противникам оппортунизм. Не важно какой. Достаточно было просто собрать критическую массу материала. А там можно было состряпать что угодно. Проклятые еретики крестятся кукишем, едят скоромное в пост, не знают псалтыри, молятся дописанным иконам. На иконе нарисован Маркс, а колопнуть там краску, а под ней нарисован прудом. А материала на мартовцев было много, потому что Мартов наконец сообразил, что надо привлекать к работе в искре обиженных неискровцев. А талмудист Акселерод в это время подвел обычный для него такой базис. Он написал статью, где доказывал, что Ленин это представитель радикальной буржуазии и не имеет никакого отношения к рабочим. Ну вот видимо в отличие от Акселерода, который был директором кефирной фабрики. Но эта тактика Лениным была уже очень хорошо усвоена. Он именно так и действовал по отношению к своим оппонентам. Человек Ленина, Лепешинский, аккуратно конспектировал все прения, результаты голосования и резолюции Совета. А Ленин настаивал, чтобы по всем вопросам было формальное голосование и по самым незначительным самым пунктам всегда принималось письменное решение. Ну Плеханову, Мартову и Акселероду это не понравилось. Они приняли постановление тремя голосами против двух, которое строго запрещало обнародование протоколов. Ну Ленина это не остановило. После набора критической массы компромата он готовил публикацию бомбу поверх запрета в стиле «не могу молчать». Оппортунисты распоясались, поэтому вынужден нарушить соглашение, ибо дело не в букве. Дела делаются страшные. Тамплиеры поклоняются Бафомету, едят трефное мясо, не работают в субботнике, в общем, камни вопиют. Это меньшевики тоже поняли. Однажды Лепешинский принес протоколы Мартову для визирования, тот сказал, что дело серьезное, попросил их оставить на ночь, чтобы просмотреть, и потом не отдал. Они были в единственном экземпляре. Причем Ленин специально предупреждал Лепешинского, чтобы он хранил протоколы, как зеницу ока, и ни в коем случае не выпускал из рук. Протоколы масонских дураков. Ну, вот протоколы у Ленина изъяли. И кроме того, как мы уже говорили в одной из прошлых лекций, Мартов припугнул Ленина обнародованием материалов о его связях с охранкой. Ну, навряд ли Мартов знал что-то конкретное, но он слов на ветер в таких случаях не бросал. У него были всякого рода импрессионистические наблюдения. Он мог сказать о странности ареста Ленина в Санкт-Петербурге. Он от данного мог знать детали операции по сдаче съезда конкурентов. Оглашать целиком эту историю было бы самоубийством, а вот намекнуть почему бы и нет. Но хуже всего для Ленина было другое. Его отношения с ЦК становились все более натянутыми. туда было кооптировано в противовес увеличившейся редакции Центрального органа много новых членов. Все эти люди ожидали от Ленина победы на Втором съезде и создания большой авторитарной партии с железной дисциплиной. А когда этого не произошло, от Ленина ожидали расправы над фракционерами и захвата власти в партии через не хочу. А этого не случилось еще в большей степени. В конфликте вокруг Лиги Ленин повел себя мелко и глупо. Его разыграли как мальчишку, а потом он свел всю партийную работу к омигрантской перепалке. А события в России разворачивались нешуточно. В начале 1904 года началась русско-японская война. С каждым месяцем ситуация на театре военных действий становилась все хуже. На этом фоне руководящие лица государства занялись своевременной либерализацией режима. Глава русского правительства Святополк Мирский, судя по дальнейшим событиям, а также по сотрудничеству с ГПУ его сына, просто был британским агентом. Вовсю расчехлялись русские революционные партии. Но краса и гордость русского и международного революционного движения социал-демократы ковырялись в носу. И в России совершенно не понимали, что эти идиоты делают в Женеве. К лету 1904 года Ленина фактически выгнали из ЦК. А ЦК заявил, что восстанавливает отношения с редакцией центрального органа и предлагает Ленину вернуться в газету, что по сложившейся ситуации было просто издевательством. И вскоре в это ЦК были введены меньшевики. Ленин потерял там контроль. Кстати, тогда еще никаких большевиков и меньшевиков не было. Эти термины сформировались к началу 1905 года, уже после начала революции. А до этого там реально была мозаика Кручков. И по полярным позициям этого месива можно было различить мартовцев и ленинцев. И в известный момент ленинцем был один Ленин. Он действовал от себя, из ЦК его в конце концов уволили, выгнали. и он выпускал партийные брошюры от своего имени, и у него не было никаких денежных источников. В этот период Ленин был деморализован и вообще подумывал о том, чтобы ливануть. Но потом решил, что меньшевики допустили стратегическую ошибку и сделал ее предлогом для обструкции. Других материалов у него не было, потому что протоколы изъяли, у него украли, и он ничего предъявить не мог. В России тогда полным ходом шла подготовка революции, и до Кровавого Воскресения, то есть до 9 января 1905 года оставалось всего два месяца. По стране спешно организовывались образцово-показательные товарищества рабочих. Поскольку социал-демократы занимались ерундой, их приходилось организовывать самому Святополк Мирском и другим революционерам, эсерам и будущим кадетам, которые первоначально вроде бы должны были работать по другому контингенту. Эсеры по крестьянам, а кадеты по интеллигенции. И вот на этом фоне меньшевики попытались хотя бы примазаться к формирующемуся рабочему движению и приняли постановление об одобрении участия рабочих в так называемой банкетной кампании. Во время революции 1848 года во Франции было применено ноу-хау. По всей стране были организованы огромные масонские агапы, то есть ужины, куда приглашались посторонние, вплоть до тысячи человек. Там чествовали либералов, официально это были собрания под крышей, а не на свежем воздухе и поэтому не попадали под постановление о запрете манифестации. А фактически это манифестации и были. Это была серия замаскированных демонстраций, все более и более масштабных, которые в конце концов вылились в революцию. На последний банкет, посвященный дню рождения президента США Джорджия Вашингтона собралось 50 тысяч человек. И если до этого власти, а это были либеральные власти, король Луи Филипп был либералом, смотрели на это сквозь пальцы, но тут сказали, помилуйте господа, 50 тысяч, о чем вы говорите. И этот банкет запретили. А люди обиделись, они пришли покушать, никого не трогали, решили отметить днюху американского президента, а тут вот такой афронт. Ну и натурально возмущенные трудящиеся свергли коронованного изверга. Эта же система была применена во второй половине 1904 года, кстати, в условиях военного времени в России. Кроме всего прочего, на масонские банкеты приглашались рабочие делегации, на скорую руку собранные из случайных или подставных людей. Ну, представьте себе масонский бал. Там накрыт стол с русским размахом. Икра, севрюжина с хреном балык, поросята, напитки. Сидят толстобрюхие масоны, иногда там уже в третьем четвертом поколении, чиновники крупные, генералы, миллионеры. А там входит в зал делегация настоящих каменщиков. Люди скромно одетые. Они говорят, что вы знаете, а мы тоже трудящиеся, люди труда, и мы хотим, чтобы вместе. И вот этих трудящихся в конце концов расстрелял коронованный изверг Николачка Кровавый. Ну, вот пришлось делать революцию. Были вынуждены. И вот Ленин уцепился за участие своих конкурентов, меньшевиков в этой банкетной кампании, а никакого участия не было. Они просто там в Женеве приняли резолюцию, что они видите ли вот одобряют, разрешают рабочим участвовать вот в этих банкетах. И Ленин стал говорить, что это наглядное подтверждение оппортунизма мартовцев. Они отвлекают и кроясь и врежины трудящихся от классовой борьбы, уводят с баррикад. Ну, на самом деле, ровно наоборот. Но это было неважно. Ни большевики, ни меньшевики не имели к Первой Русской Революции никакого отношения. И начало этой революции было для вот этой Женевской Вороньи Слободки как гром среди ясного неба. Сохранилось воспоминание Лепещинского, как он узнал о 9 январе. Он пошел в магазин покупать продукты для своей харчевни и по пути купил швейцарскую газету. Открыл и увидел там орщинные буквы, что в России революция. Мамочки мои, он сломя голову все бросил, побежал домой, разбудил жену, это было рано утром, она еще спала, она вскочила голая, стала плясать там, ну какое счастье, революция. И вот что они стали сделать дальше? Вот если не знаете, вы никогда не догадаетесь. Никогда не догадаетесь. Они составили подписной лист, поставили туда печать социал-демократической партии и бросились в дорогой квартал Женевы собирать деньги. Подайте на революцию Маркса ради. Ну, было несколько случаев угроз, что это попрошайки, их отдадут в полицию, но многие подавали, подавали, сочувствовали, и они собрали для себя тогда очень большую огромную сумму, несколько тысяч франков швейцарских. Но самое главное, что на следующий день к этой же гениальной мысли пришла конкурирующая фирма меньшевики, и они тоже ломанулись собирать деньги, а там уже деньги дали, и их спустили с лестницы, сказали самозванцы, дети лейтенанта Шмидта пришли, чуть не избили их. После этого меньшевики, большевики на радостях объединились, но как объединились, они сделали совместный митинг, тоже прежде всего с целью сбора средств. Вели сложные переговоры, многочасовые, выработали какое-то соглашение формальное, что разрешается делать, что не разрешается, и вот договорились, что каждая фракция выставит только одного депутата, а никто из них не допустит взаимных нападок. А деньги надо будет разделить строго поровну. Ну вот меньшевики выставили второго депутата, Ленина это взорвало, большевики ушли с этого митинга и денег не получили. Ну вот такая была у них революционная деятельность. Ну и конечно гораздо позднее в 1917 году они уже были очень нужны, очень не просто нужны, а были нужны очень и не только швейцарцам. И поэтому вот всю эту воронью слободку упаковали в вещекрыши и послали в Россию в пломбированном вагоне вредить на месте. Ну вот мы с вами так вот обрисовали участие Ленина в подготовке первой русской революции. Что он делал? Он и ленинцы, и мартовцы, и плехановцы. Что все русские социал-демократы делали между своим вторым съездом, который развалил партию, и с другой стороны до начала революции 1905 года. Они не делали ничего. Ну я еще хотел сказать о важной теме, но мы уже не вписываемся в формат лекции, а делать следующую подряд седьмую лекцию дядюшке Джо, ну я вас пощежу. Пощежу. Поэтому следующую лекцию, на самом деле последнюю треть или последнюю четверть этой лекцией мы перенесем другую лекцию, которая будет прочитана в конце года на патреоне. Мы там обсудим, что вообще это были за люди, которые окружали Ленина, и чем они отличались уже от даже меньшевиков. До этого мы говорили о странных искровцах, помните, там Струэ, Патреасов, Мартов, ну вот просто такой, знаете, паноптикум. Ну и о самом Ленине, конечно, тоже. Но вот из социал-демократии как раз в этом промежутке между вторым съездом и началом революции выделилась еще такая, знаете, особая фракция совсем уже дистиллированных таких людей, инопланетян. И они уже настолько странные, что они говорить в открытом доступе просто вот нельзя. Поэтому мы посвятим им отдельную лекцию на Патреоне. Там много таких шероховатостей есть. Ну, а пока на этом разрешите мне закончить очередной цикл, как вы понимаете, это такой циркулярный психоз, да, то есть мы дальше будем вас еще мучить периодически, но я думаю уже после Нового Года, чтобы вы пришли в себя. Ну, и давайте, наверное, в заключение сделаем какой-нибудь такой маленький тостик, маленький, но какой-нибудь неопределенный, загадочный, таинственный, и который будет стимулировать ваше внимание. Давайте выпьем за каменные яйца друга у тебя. Друг Уцят, выходи, мы тебя ждем. Ваше здоровье. Ну, что же, наш Ленинский университет миллионов закончил очередной семестр. Я думаю, может быть, со временем мы проведем экзамен, пригласим людей наиболее прилежных, напишем им вопросы по этим лекциям, они будут отвечать, а вы все будете ставить им оценки. И тот, кто займет первое место, получит максимальный балл, мы ему сделаем ценный подарок. Какой-нибудь абонемент в мавзоле Ленина или экскурсию в Институт биологических структур, который рядом находится, или еще чего-нибудь. Оставайтесь с нами, до новых встреч! КОНЕЦ